В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляевой. Сегодня у нас в гостях Антон Воробьёв, генеральный директор группы «Компании Единства». Здравствуйте. Здравствуйте. Антон Сергеевич, расскажите, как вступившие с 1 июля изменения в законодательстве скажутся на покупателях жилья и как повлияют принятые поправки на деятельность застройщиков? На самом деле с 1 июля 2018 года вступила в силу только очередной объём поправок. В целом же отрасль даревого строительства реформируется чуть больше года. Это началось в июле 2017 года. Ну и весь этот комплекс поправок, который неоднократно и рассматривался, принимался на высшем уровне, носит ярко выраженный характер защиты прав потенциальных обманутых дольщиков. Ну, в целом, конечно, правило работы застройщиков становится всё жёстче и жёстче, то есть усиливается государственный контроль за деятельностью застройщиков, увеличивается объём отчётности. Ну и, соответственно, из глобальных изменений это меняется правило привлечения денежных средств граждан. То есть если раньше застройщик привлекал денежные средства граждан один на один, то есть через договор долевого участия, то с июля 2018 года новые проекты, которые будут выводиться, они, соответственно, предусматривают возможность привлечения денежных средств граждан через систему так называемых эскроу-счетов. То есть это появление третьей стороны в данной сделке в виде специального полномоченного банка, список которых утверждён Центральным банком Российской Федерации, и представляет из себя следующую систему. Человек выбирает понравившуюся квартиру застройщика, обговариваются условия совершения сделки, и заключается договор долевого участия строительства, по условиям которого застройщик обязан построить квартиру, а покупатель вносит денежные средства на специальный счёт в банке, которые станут доступны для застройщика только при наступлении нескольких условий. Первое из них – это завершение строительства дома и ввод его в эксплуатацию. И второе – это регистрация первого договора права собственности на любое жилое или нежилое помещение в этом сданном доме. Только после этого застройщик имеет право получить денежные средства, которые разместил на специальном искровом счёте дольщик. Как в этих условиях работает группа компаний единства? На сегодняшний момент, поскольку законодательство находится в стадии реформирования, то, как правило, сейчас мы находимся в так называемом переходном периоде. То есть те проекты, которые были начаты строительством и были получены разрешения на строительство до 1 июля 2018 года, на них распространяются прежние условия и строительства, и привлечения денежных средств граждан. Поэтому на сегодняшний момент подавляющее большинство наших объектов строится как раз по прежней схеме, и привлечения денежных средств дольщиков, соответственно, не отличаются от тех, которые были до 1 июля 2018 года. Но, естественно, компания не может стоять на месте, разрабатываются новые проекты, которые уже будут работать именно по новой схеме через механизм привлечения денежных средств через искрового счета. Мы эту тему сейчас достаточно активно прорабатываем, в том числе и с кредитными учреждениями, понимаем, какой объём средств нам необходим. Прорабатываем с банками вопрос процентных ставок по кредитованию, потому что это напрямую зависит вопрос ценообразования, потому что, естественно, плата за использование кредитных ресурсов, она также будет закладываться в стоимость квадратного метра. И я думаю, что начиная с 2019 года эту схему мы начнём применять уже тем объектам, которые выйдут у нас в продажу в начале 2019 года. Что касается ценовой политики группы компании «Единство», не поднимутся ли цены на фоне изменений на рынке жилья, и как сейчас валируются цены на квартиры в группе компании «Единство»? Вы знаете, спрогнозировать ценовой сегмент сейчас достаточно проблематично. Пообъясню, почему. На цену за квадратный метр влияет достаточно большое количество факторов, как субъективных, так и объективных. И говорить о том, что только благодаря изменениям законодательства застройщики начнут повышать цены, это совершенно неправильно. Потому что львиная доля, соответственно, затрат, она всё-таки падает на саму стадию строительства. То есть, если дорожают строительные материалы, а мы видим сейчас, к сожалению, не совсем стабильные курсы валют и, как следствие, цен на строительные материалы, то это, опять же, напрямую влияет на себестоимость строительства квадратного метра. Ну и плюс ко всему, переход на новые условия используемых денег и средств, она как раз и позволяет нам предполагать, что стоимость квадратного метра, к сожалению, для потенциальных покупателей, она будет продолжать расти. Объясню даже в какой части. То есть, себестоимость строительства, она не снизится. Плюс ко всему, ни одного из застройщиков Российской Федерации, включая даже самых крупных, нету того объёма собственных денежных средств, который бы позволил строить в тех масштабах и объёмах, в которых продолжается строительство сейчас. То есть, это сразу же понятно, что все застройщики будут вынуждены привлекать денежные средства банков. Плюс ко всему, в чём преимущество долевого строительства, на сегодняшний момент, на наш взгляд, это то, что есть такое понятие, как цены на старте, когда застройщик ещё практически не понёс затрат на строительство объекта, но при этом уже открыл привлечение денежных средств граждан. И цены, как правило, на этом этапе, они отличаются процентов на 10-15 от цен, которые будут через полгода, год на те же самые квартиры. То есть, при строительстве использования механизма из крово-счетов, такое понятие, как цена на старте, оно просто исчезает. То есть, на самом деле, если ты понимаешь, что ты будешь строить на заёмные средства, которые получишь от банков, тебе без разницы, какой объём продаж у тебя пойдёт на начальном этапе. И фактически ты рассчитываешь свою экономику, исходя из фиксированной цены за квадратный метр, то есть понимаешь общий объём рентабельности проекта. И поэтому на первоначальном этапе строительства для покупателя будет интересно только выбор планировок, этажей, ну и прочих характеристик самой квартиры. Но ни в коем случае не ценовая характеристика данной квартиры, потому что она в данном случае, на наш взгляд, очень сильно меняться не будет. А что вы посоветуете потенциальным покупателям, которые опасаются резкого скачка цены и столь же ощутимого уменьшения объёмов жилья? На самом деле, на сегодняшний момент, если человек задумывается о приобретении жилья, я бы порекомендовал всё-таки уделить этому более пристальное внимание в связи с несколькими факторами. Во-первых, ещё раз повторю, что себестоимость строительства одного квадратного метра на протяжении уже четырёх лет растёт постоянно. Второй момент, на который бы хотелось обратить внимание потенциальных покупателей, это то, что, на наш взгляд, пик снижения ставок по ипотечному кредитованию на сегодняшний момент прошёл. Ряд ведущих банков уже заявили о своём намерении повысить ипотечные ставки на первичном рынке в октябре месяце. А кто-то уже повысил даже в сентябре. То есть, надо быстрее покупать, да? Да, конечно. То есть, на сегодняшний момент, я считаю, что конец 2018 года, ну, край начала 2019 года, это будет, наверное, так скажем, последним объёмом более-менее доступного жилья в Рязани. Дальше жильё будет только дорожать. А всё-таки не проходит месяца, чтобы ваша компания не открывала продажи на новый жилой комплекс. И у каждого такие оригинальные названия. Каких сюрпризов ждать от вас в ближайшее время? Сюрпризов у нас до конца года будет ещё несколько. Вот до старта нового жилого комплекса у нас осталось 15 часов. Я не побоюсь назвать, это жилой комплекс «Время» в центре города, на улице Полевая. Почему 15 часов? Потому что по законам жанра, исходя из названия жилого комплекса, соответственно, мы поставили для себя счётчик в момент, когда у нас начнётся старая продажа. Кроме того, я думаю, что в октябре месяце мы ещё порадуем минимум двумя жилыми домами как в центральной части города, так и в одном из перспективных спальных районов города. Ну и я думаю, что до конца года, то есть в ноябре-декабре, мы ещё два или три даже жилых комплекса выведем в продажу. Естественно, в 2019 году мы планируем запуск новых объектов, но, скорее всего, эти объекты у нас уже пойдут по системе эскроу-счетов. А те дома, которые будут сданы в этом году, это такой сюрприз для тех, кто хочет Новый год встретить в новой квартире, переехать? Не буду хвастаться, но, тем не менее, по состоянию на октябрь месяце группа компании «Единство» занимает 11 место в России по объёмам ввода жилья. Со времён Советского Союза в Рязани такой объём жилья никто не строил и никто не сдавал. То есть в этом году мы планируем, если у нас всё получится, сдать порядка 200 тысяч квадратных метров жилья. Это примерно 4 тысячи квартир, 4 тысячи семей, которые получат в этом году свои новые квартиры. И я думаю, что это как раз является одним из самых главных достижений группа компаний в этом году, что такой большой объём семей получит свои новые квартиры именно в этом году. Сейчас один из таких трендов на российском рынке недвижимости – это комплексная застройка. Есть ли в планах у группы «Единство» такие проекты? Есть и в планах, и реализуемы такие проекты совместно с другими ведущими застройщиками Рязани и Рязанской области. Это и микрорайон Семчина, где мы строим совместно с северной компанией, микрорайон. Там как раз и появились уже объекты социальной инфраструктуры в виде детского сада, и по планам в этом районе будут появляться и школы, и поликлиники, соответственно, и крупные торговые центры. Второе – это район Песочник, где на сегодняшний момент также заканчивается освоение седьмого микрорайона за так называемой дубовой рощей. Ну и в планах совместно с одним из ведущих застройщиков освоение двух комплексных микрорайонов в городе. Это объекты в Московском районе и в Песочни. Я думаю, что ближайшие как раз месяц-два эти проекты у нас совместно с одним из ведущих застройщиков выйдут в продажу. Почему совместное освоение? Достичь эффекта массовости, то есть строительства разноплановых домов, в том числе социальной инфраструктуры, возможно, только объединив усилия. А, ну вот эти вот объекты социальной инфраструктуры, это будет такой подарок и для города, и для удобства жителей, что самое главное. На самом деле подарком это назвать нельзя. Подарок – это то, чего люди не ждут, или загадают. Но долгое время такого не было вообще, согласитесь. Ну, это вынужденная необходимость. Почему? Потому что времена, когда преобладала точечная застройка, либо застройка вопреки здравому смыслу, они, к счастью, уже уходят в прошлое. И для того, чтобы твое жилье продавалось, оно должно отвечать многим критериям, которые на сегодняшний момент задают наши покупатели. Зачастую покупатель покупает даже не квартиру, он покупает образ жизни. То есть ему необходимо, чтобы была уже хорошая детская площадка, ему нужна парковка, ему нужна шаговая доступность до школы, детского сада, поликлиники и объектов обслуживания. Если всего этого набора в шаговой доступности нет, зачастую такой проект обречен на провал, либо на длительную реализацию, что опять же замедляет темпы его строительства, ну и, соответственно, уменьшает его привлекательность. Поэтому не то, что мы вынуждены, это требование времени, чтобы реализация шла комплексно. Ну и нельзя, кстати, как раз и не затронуть тему, что мы начали буквально в сентябре месяце один из масштабнейших проектов среди застройщиков Рязани под названием «Город рассветов» на улице Зубковой. Это будет огромный, в перспективе будет огромный микрорайон со своими детскими садами, школами, парковками, торговыми центром. То есть, почему мы так амбициозно назвали «Город»? Потому что мы планируем, что там будет, на самом деле, население примерно небольшого города, и мы планируем, что на этой территории будет все необходимое для жизни без выхода за пределы данной территории. То есть, будут дворы, будут детские сады, еще раз повторю, школы, торговые центры, объекты медицинского обслуживания. То есть, это будет некий мини-город в городе. Ну, это такой первый в Рязани проект, насколько я понимаю. Ну, таких масштабов – да. Таких масштабов – да, и при этом, соответственно, мы планируем его сделать интересным, в каком ключе. То есть, это не будет типовая застройка, это будут разноплановые дома, это будут как кирпичные, которые сейчас уже запустили, так и в монолитном исполнении. Это будут дома средней этажности, не выше восьми этажей, и высотные дома, которые люди сейчас тоже востребованы. То есть, покупатель сможет найти любой объект на свой вкус. Я вам хочу пожелать успешной реализации всех ваших проектов. Нашим зрителям напоминаю, что в гостях программы «Городские встречи» был Антон Воробьев, генеральный директор группы «Компания Единство». Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова